По поводу последних событий в Ингушетии, высказываний имамов, которые критикуют подобного рода действия, а также аргументации, которые многие приводят в комментариях, а также со стороны тех же имамов и так далее. Во-первых, как я уже многократно говорил, мы должны расценивать данные события, данную вылазку ребят, как форму общественного протеста. Мы понимаем, что в той же Ингушетии, вообще на Северном Кавказе, по-другому с властью говорить никак нельзя. Так называемое правовое поле Российской Федерации не работает. Любые попытки действовать в рамках правового поля, они заканчиваются поражением для потерпевшей стороны. То есть для обычных граждан, обычных жителей. Соответственно, учитывая, что первое, это не работает, и во-вторых, что наши земли находятся под оккупацией, под оккупацией, а Российская Федерация является нашим историческим врагом, другой язык, кроме как вооруженное сопротивление, к сожалению, не работает. Это не значит, что данная, так сказать, форма выражения себя, она успешна. Нет, я этого не говорю. Она, к сожалению, на данный момент, на сегодняшний день, нецелесообразна. Выходить, стрелять, отстреливаться от ментов, от обычных полицейских и так далее, ну, особого, особой выгоды в этом нет. Имеют ли люди право сопротивляться оккупациям? Да. Имеют ли люди право сопротивляться коллаборантам? Да, несомненно. Но нужно это делать грамотно, нужно делать это, взвешивая все да, нет, все за и против. То есть, сегодняшнюю ситуацию. Поэтому я еще говорю, многократно говорил, молодежь, мужчины, женщины, кто таким образом пытается выходить и заявлять о своей позиции, лучше этого не делать, потому что сегодня у нас, к сожалению, нет сил и возможностей. Но, если же кто-то сделает это, то мы не можем этого порицать. Хотя, мы говорим, чтобы этот человек этого не делал. Теперь, возвращаясь к ситуации самой Ингушетии, после боестолкновения в Язиков Юрт, оккупанты через местных коллаборантов заявили, что они убили Бокова Амира и троих, а точнее Бокова они взяли в заложники, а троих его товарищи убили. Сами же оккупанты потеряли троих, то есть были уничтожены три оккупанта-коллаборанта. Один коллаборант, это Башир Хаутиев, и двое оккупантов русской национальности, если не ошибаюсь. И где-то семь-восемь человек раненые. Среди них есть и тяжело раненые. Это, по крайней мере, по официальным данным, по неофициальным данным, понятное дело, что может быть намного больше, намного больше. В два-три раза, как минимум. Что касается ребят, то они затем сразу же начали опровергать свою собственную же позицию, и начали говорить, что эти четыре парня ушли. Что они не взяли на месте Бокова живым, а как известно, они сперва говорили, что взяли его живым. И по местной переписке миссарди ментов было ясно сказано, что у него закончился боекомплект, и после этого то ли его контузило, то ли он был ранен. И после этого они взяли, то есть он недобровольно сдавался в плен, а троих убили. Но после этого они отказываются от этой версии, и говорят, что те ребята ушли. То есть они ушли с боем. Мы, конечно, хотим в это верить, я лично хочу в это верить, и это очень хорошо, если они ушли. Но я не верю в это, потому что сразу же после этого они заявляют, что Боков, Амир, якобы пришел и сам сдался с повинной. Я думаю, это вранье, это ложь. И вы спросите, а зачем им врать, зачем им говорить, что они ушли? Почему бы не сказать, что вот они там погибли, что Бокова там они взяли в заложники? А дело в том, что они, по всей видимости, это моя опять-таки версия, она не подтверждена, но она кажется мне убедительной. Им, возможно, захотелось представить всю эту ситуацию следующим образом, а именно, что ребята начали сами сдаваться в плен, почувствовав свою слабость, поняв, в кавычках, что они не могут сопротивляться этой машине, якобы они сами начали приходить и сдаваться в плен. Это первое. И второе, что куда бы они ни ушли, их все равно найдут. Вот эти два посылы, как по мне, попыталось транслировать данным вбросом, Российская Федерация в лице местных коллаборантов и их хозяев-оккупантов. Так что ситуация с Машхоевым, которого тоже где-то якобы там на границе поймали, что он за продуктами пошел, почему-то он в Северную Осетию или куда-то там на пост пошел за продуктами. Непонятно, зачем туда идти, зачем идти там, где больше всего силовиков. Но не исключено, если его реально поймали, что он был также пойман именно тогда, вечером, во время боя в Зязика в юрте. Что касается остальных двоих, то либо их убили, либо они реально ушли, и третий, либо они их где-то так же взяли. Вопрос, почему они об этом не говорят? Возможно, они хотят растянуть эту всю ситуацию, где-то что-то взорвать, где-то что-то там убить местных, каких-то мирных жителей, и списать это на этих ребят, а затем сказать, что они где-то их якобы настигли и убили. Хотя заблаговременно они либо были уже убиты, либо находились у них в плену. Мы должны рассматривать все ситуации, все возможные. Мы не должны верить властям только потому, что они так говорят. Власть всегда врала и врет. Российская власть – это лживая, паршивая, недостойная уважения и доверия структура. Террористическое государство. Поэтому, чтобы они не выдавали, нужно сразу же говорить «стопе», «стоп». Мы вам не верим. И начинать разбираться. Искать источники, анализировать ситуацию, искать альтернативные мнения. Но власть – она лживая. Это очень важно. Теперь, что касается позиций многих людей, комментариях и так далее. Хотя мы видим, что большинство как раз-таки им сочувствует. Но есть многое количество, которое все-таки высказывает недовольство. И эти люди делятся на две категории. Одна часть говорит, лучше бы этого не было бы, вот жаль парней. А вторая говорит, мочить всех подряд, этих парней нужно мочить, там власть такая крутая и тому подобное. Поэтому, мы должны понять, что они, как они аргументируют. Очень частый аргумент следующий, что вот сегодня месяц Рамадан и в месяц Рамадан эти ребята вышли там убивать мусульман, якобы там и так далее. Это ложь. Это неправда. Потому что, во-первых, они не вышли убивать мусульман. Они нигде не сказали, что будут убивать мирных жителей. Они нигде не сказали, что будут убивать обычных там суфистов или салафитов обычных. Только потому, что у них другие взгляды там религиозные и так далее. Они нигде не сказали, что собираются убивать там русских или нерусских. То есть по национальному признаку там мирных там, не знаю, учителей, там врачей, слесарей, там электриков. Они нигде этого не говорили. Поэтому приписывать им это, это также является частью ложи. Лжи. Это ложь. Это обман. Это первое. Второе. Если сегодня реально месяц Рамадан, как они говорят, то почему тогда другая власть, вот, то есть другая сторона, коллаборанты местные, которые себя называют мусульманами, постятся в месяц Рамадан, совершают молитву, по крайней мере, некоторые из них. Почему эти люди могут сегодня пойти и воевать за Россию в той же, в той же Украине? Почему там не работает вот этот момент в месяц Рамадан идти и убивать людей? Ведь там тоже живут мусульмане. Два миллиона мусульманов мусульман по официальной статистике в Украине. Почему тогда эти коллаборанты могут идти туда и убивать мирных жителей? Не только мусульман, но и немусульман. Разве можно немусульманина убить мирного человека? Нет, нельзя. Почему тогда и в их случае не работает этот аргумент с Рамаданом? Вот объясните мне. Я этого никак не могу понять. Если они такие верующие, почему тогда в месяц Рамадан, как они сами говорят, они становятся рядом с ФСБшниками русскими и идут убивать часть своего народа? Похищают, делают облавы, вводят контртеррористическую операцию, так называемую, КТО, участвуют в этом КТО, расстреливают, стреляют по домам мирных жителей, пытаются убить обычных вот этих парней, которые вышли против властей, а не против мирных жителей. Почему тогда вот этот Батшир, Хаутиев и прочие предатели, коллаборанты, они в месяц Рамадан себе подобное позволяют? Объясните мне этот момент. Почему в их случае это не работает? Почему они не послушали своих матерей и отцов и не создавая им проблем, не сидели дома? если приводить ваши аргументы, предатель почему они создают людям проблемы в этот священный месяц Рамадан, и даже если этого месяца нет, если они являются мусульманами, почему этот Батшир, Хаутиев и прочие преступники, эти предатели, которые называют себя мусульманами, и не только они, люди, стоящие на руководящих должностях, где-то, имея власть в своих руках, называя себя мусульманами, практикующими мусульманами, почему они не пойдут и не арестуют преступников, которые вершат преступления в Ингушетии? Коррупционеров, все знают поименно этих коррупционеров, все знают людей, которые непосредственно пытали похищенных в том же ЦП, эти люди на свободе, почему их не арестуют, если они реально защищают правопорядок? Да нет, потому что они часть системы, они вышли ради денег, ах чах арбян, нах бэш, бух бам бэш, они продались за деньги, чтобы они пошли заработать, вот как говорят имамы, себе на жизнь, чтобы у них детей было что покушать, что одеть, чтобы дом себе построить, чтобы босыми не ходить, чтобы нормально одеться и так далее, то есть за деньги, чтобы машину себе купить, пойти там в декант мод, на похороны, на свадьбу где-то там дать деньги, женить своих родственников, чтобы эти деньги иметь, они пошли туда, на эту грязную преступную работу, они за деньги продались, не они ли являются тогда террористами и экстремистами, как по мне именно они, и почему это против них нельзя как-то бороться, еще следующий аргумент это такой, что мол вот вы живете в Европе, почему вы там ничего не говорите, почему вы не говорите, что там мусульмане не могут работать в структурах там Европы и так далее, в военных имеется ввиду, там в полиции, в милиции, но по исламу нельзя там работать, хоть ты в Европе, хоть ты в России, мусульмане, которые работают в Европе полицейскими там и так далее, но это запрещено, харам, это нельзя, и то же самое, мусульмане, которые работают в России полицейскими и так далее, это запрещено, это харам, междахтис, и следующий аргумент это то, что вот вы в Европе, мы здесь и так далее, но здесь важная, очень большая разница, Европа это земля не мусульман, понимаете, вот важно, это не мусульманская земля, там, не знаю, Польша, Германия, Франция, это все не мусульманские земли, мы там, как мусульмане, являемся, можно сказать, гостями, мы туда приехали от российского произвола, но мы хотим домой, к себе, на нашей земле, на земли мусульман, но там сидит враг, Россия, которая нам диктует правила, если мы приехали в Европу, то, понятное дело, мы приехали, можно сказать, в чужой дом, у них свои правила, да, мы со многими с ними не согласны, но у них свои правила, это их дом, это их земли, а у нас, в нашем доме, поселился враг, во дворе нашем сидят российские солдаты, коллаборанты, предатели, и они указывают нам, как нам жить у себя во дворе, вы понимаете, когда, вот возьмем пример, у тебя есть дом, у тебя есть двор, в один прекрасный день в твой двор заходят враги, они начинают там бить твою жену, твою сестру, тебя, кого-то бьют, кого-то не бьют, кого-то запугали, и они говорят, мы здесь хозяева, и вы будете делать только то, что мы вам говорим, и вот твой брат, твоя сестра, начинает им помогать, укреплять власть, как только ты что-то говоришь против них, против тех, которые вошли в твой двор, это твой брат, и так далее, они тебе говорят, ты преступник, ты негодник, они тебе говорят, ты провокатор, вот задумайся, тебе говорят, ты выступаешь против них, и против нас, они говорят, подождите, говоришь ты, я хочу, чтобы они ушли с моего двора, нет, говорят они, они будут здесь, и мы будем работать с ними, а ты провокатор, они тебе говорят, просто задумайтесь, и потом ты, после всего этого, и они, вот эти жители этого двора, которые работают на этого врага, который вошел к тебе во двор, эти люди, и ты, начинаете обсуждать чужой дом, на другой улице вообще, где живут вообще незнакомые тебе люди, и говоришь, вот надо туда пойти, и там порядки сделать, потому что часть, вот другой, третий, твой брат уехал, и не смог жить в этом дворе, потому что его притесняли, хотели его избить, мучить, пытать, и он, чтобы этого не было, уехал на другую улицу, в чужой дом, где живут другие люди, вам неизвестные, люди другой культуры, религии, других взглядов, и он там живет, как гость, они его приняли, они говорят, если хочешь жить в этом доме, не нарушай это, 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 у нас такие-то и такие-то правила, не нравится, уходи, и ты, чтобы не быть запытанным, едешь туда и живешь там, но ты хочешь вернуться, и вот, ты, точнее, твой брат туда поехал, а ты говоришь ему, почему ты там не качаешь свои права, почему ты нам говоришь качать свои права, потому что тот чужой дом, ты должен у себя дома быть хозяином, а ты раб в своем доме, вот посмотрите ролик Руслана Йоулу на его канале, в ютубе, Инсав, кажется, называется его канал, перейдите, посмотрите, он вот вчера, кажется, его выложил, или сегодня, он говорит, он поименно называет в Ингушетии людей, стоящих на государственных, руководящих должностях, это русские, огромное количество из них русские, это не Ингуши, то есть приезжие, люди другой религии, культуры, которые говорят, мы здесь хозяева, а вы наши рабы, иохцар, галашка, и галаш, иохцар, цацболчар, то есть, а вы, корио, то есть, и раздать, и раздать, ахчанэ, керта, амаж, адъед, вот вы задумайтесь, поэтому все эти аргументы, про то, что вот там нужно выходить, в Европе, а вот нам не говорите, но они куром на смех, они вообще не имеют, никакого основания, под собой, это глупо, дома у себя нужно наводить порядки, а не в чужой стране, на ваших землях, сегодня находится враг, ваши дома, земли, оккупировала Российская Федерация, что вы с этим делаете, ничего, я не говорю, что вам нужно выйти и воевать, я вам говорю, хотя бы, как минимум, будьте несогласными, хотя бы, как говорил пророк, если ты видишь какую-то несправедливость, измени ее делом, если ты не можешь делом изменить, измени ее рукой, то есть, точнее, осуди ее словом, если ты осудить ее не можешь словом, то хотя бы в сердце своем будь с нею несогласной, с этой несправедливостью, но это, говорит он, самое меньшее проявление имана, и здесь то же самое, если вы не можете делом, а вы не можете, потому что реально сегодня сложная ситуация, тогда словом говорите, если вы не можете там словом говорить, либо выезжайте за границу и там говорите, либо хотя бы не будьте согласными с этой несправедливостью, а что говорит об этом, что это означает, не порицайте тех, кто выходит против этих властей, которые решили, что готовы положить на этом пути свои жизни, следующий аргумент, контраргумент против тех, которые пытаются что-то хоть сделать и не быть рабами, это таков, что это, мол, газа дать, мол, те, которые выходят, они там не на джихаде, там, да эти, десятые, и нам пытаются объяснить, вот что такое джихад там и так далее, но мы можем согласиться с этим, что там нет обязательного джихада, форт Айн, мы можем с этим согласиться, что там этого нет, но в своей основе, человек, который вышел против несправедливости, чтобы защитить свой дом, свою землю, если он погибает, даже если он один, то он-то шахид, иншаллах, вы же не будете говорить, что он не шахид, иншаллах, если он вышел против оккупанта, и тогда местные коллаборанты ему говорят, если ты выйдешь против оккупанта, мы будем стрелять в тебя, те коллаборанты, которые продались за деньги, как вот этот Башир Хаутиев и прочие предатели, что ему тогда остается делать, мы же знаем, что там работать нельзя, а этот идет туда, несмотря на это, и все равно, он начинает стрелять, заступая за оккупанта, против мусульман, обычных жителей, похищает их, перекрывает дорогу, пугает их, вот какова ситуация там, чтобы вы понимали, следующий аргумент, это то, что якобы можно все-таки работать в структурах, будучи там мусульманином и так далее, и это говорят некоторые имамы, которые дают фетву, что можно работать там на российские структуры, они обманывают людей, они реально вводят в заблуждение людей, потому что они не объясняют, в какой ситуации можно, когда человек является, так сказать, агентом, в данном случае в России, и вот его туда посылают, чтобы он выведал, что там происходит, и как-то повлиял на ситуацию, то есть это является какой-то там агент, не знаю, шпион, если можно так назвать, вот в таком случае еще можно это оправдать, но раздавать фетвы направо и налево, говорить, что вот в данной ситуации, вот каждый может туда пойти, лишь бы не убивать там мусульман и так далее, но это вранье, потому что ситуация совершенно другая, они приводят в пример, что вот даже в той же немусульманских странах, можно, они говорят, вот эти имамы, пойти там работать там в структурах, в полиции и так далее, потому что там это немусульманские страны в своей основе, соответственно, если мусульманин, они говорят, будет работать в таких структурах, это будет укреплять влияние мусульман в регионе, а не так это приводит, во-первых, нельзя работать, даже мотивируя этим, но даже если допустить, что это можно, даже если допустить, то ситуация в России, она кардинально другая, ты не можешь быть полезным для мусульман, работая в полиции, в ФСБ и так далее, в России, не можешь ты быть полезным, потому что ты обязан участвовать в убийствах, в пытках, в преследованиях, ты обязан покрывать коррупцию, коррупционеров, это твоя работа, прямо твой начальник, твой рядом сидящий сотрудник, у этого Башира Хаутиева и так далее, похищает людей, стреляет в кого-то, покрывает наркоманов, с которых он берет дань, и Башир Хаутиев не может взять его и арестовать, он не может пойти против системы, система ему не позволяет, и как этому Баширу Хаутиеву дозволяют работать в такой структуре, вот вы сами объясните, потому что ситуация другая, они не могут ни на что повлиять, это вранье, опыш-быш, что они могут повлиять, поэтому Башир Хаутиев и подобные ему, которые идут туда работать, прекрасно понимают, что не будут влиять на улучшение положения местных мусульман, они идут туда ради денег, ах-чах-бох-бампыш, это предатели, поэтому эти аргументы, они не выдерживают критики, и мало того, когда вот эти фетпы даются, они говорят, что ученые дозволили, они говорят, но это ложь, почему тогда эти имамы не говорят людям, что большинство ученых сказало, что это нельзя, именно большинство сказало, что это нельзя, почему они этот момент не проговаривают, потому что они ищут зону комфорта, они ищут возможность оправдать свое бездействие, оправдать свое положение, и поэтому они раздают эти лживые, необоснованные фетпы направо и налево, нах-ех-гутсан. Если вы порицаете тех, кто выходит против российских властей, аргументируя это тем, что они тем самым способствуют смерти, смертности там мусульман, мирных там или обычных, почему вы не порицаете тех, кто призывает ингушей, мусульман, ехать в Украину воевать? Если вы скажете, что вы не можете этого говорить, а вы не можете, потому что у вас будут проблемы, то хотя бы не порицайте тех, кто выходит против российских властей. Если ты не можешь сказать хорошее слово, то не говори плохого. Если ты не можешь заступиться за тех, кто противоборствует Российской Федерации, то не говори плохого слова хотя бы. Я не знаю здесь слышно или нет, дождь пошел, сирена воет, воздушная там атака, какие-то там ракеты, что-то прилеты будут. Поэтому я повышаю голос. Я думаю, я не знаю, вам слышно или нет. Поэтому немножко может быть вам показаться, что я кричу. Хотя так оно и есть, я кричу. Как-то так. Что касается этих ребят, еще раз говорю, то ситуация далеко не однозначна. Не верьте всему, что говорит Россия. Не факт, что они все погибли. Не факт, что они все живы. Не факт, что кто-то там ушел и так далее. Мы не знаем ситуации. Пока мы не будем 100% в этом уверены, мы должны понимать, что власть будет говорить только то, что ей выгодно. И она будет лгать. Так же, как она лгала, когда говорила, что Эльдиева убили его товарищей выстрелом в живот. Это ложь, это полная чушь. Так же, как она говорила и врала, что Моусора Котоева взорвали его же товарищи, подложив ему гранату в живот, точнее в паховую зону. Кто так убивает, кто так добивает. Ну вот сами подумайте. Потом они начали верьте и говорить, что взорвался его вот этот жилет. Но паховая зона полностью повреждена. Не здесь, не живот. Паховая зона. Они его поймали и по всей видимости бросили ему в штаны лимонку, гранату, возможно, хатапку обычную и подорвали его. А потом поставили демонстративный автомат, сделали фотки и так далее. Нельзя им верить. нах ба бутся, нах кэст бутся. Маде, что нахо. Маде, кама бусан нахо, зума маде, мах, цобалх, махо, хадон цобалган. Цобалх, кереснах. Также есть вот последний аргумент, который говорят, а что делать, если ингуши, мусульмане не будут работать в структурах, там, в политике, в судебной системе, в прокуратуре и так далее, гаишниками и так далее, то вместо них будут русские, они говорят. Во-первых, уже русские, все русские сидят на руководящих должностях, а вы рабы, йох цар. Они говорят, вы все наши рабы, а мы будем вами руководить. Лишь, йох цар. И они уже там сидят. Во-вторых, любая оккупация держится на предательстве местного населения. Если не будет предателей, они физически не смогут выделить столько кадров на руководящей должности, на полицию, на милицию, на прокуратуру, судей и так далее. Физически не смогут. Месяц, два, три, полгода продержатся, год продержатся, но 10-15 лет они не смогут держать это. Именно за счет предателей, именно за счет трусов и малодушных из числа местного населения оккупация проходит успешно в любой местности, будь то в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане, на Северном Кавказе, в любой точке этого мира. Только за счет местных предателей. Общественный протест, вот что нужно. Почему им так важно, чтобы выходили на выборы? Ведь они и так их фальсифицируют. Вы же знаете, что они все выборы фальсифицируют и выбирают только того, кого они хотят. Но почему им важно, чтобы выходили на эти выборы? Вы задумывались когда-нибудь? потому что им важна статистика, им важно принятие обществом, вообще самого факта выборов, что это можно, что это не запрещено. А местные имамы, некоторые, по крайней мере, я не говорю все, дают фетвы, что это можно, тем самым укрепляя российское присутствие в нашем регионе, на Северном Кавказе, в данном случае в Ингушете. И еще, скажу по поводу Украины, что вы там в Украине делаете, почему там воюете, Мы воюем против России, понимаете? Мы сегодня в качестве союзников сегодня находимся на территории Украины и воюем против России. Если Россия пойдет, если у нас будет возможность, мы будем ее гнать, пока мы не освободим свои территории. Если здесь война закончится, то мы будем ждать удобного момента, чтобы вернуться туда, на Северный Кавказ, чтобы прогнать оттуда российский сапог. Вот какова наша цель. А цель местных коллаборантов – укрепить российские позиции на наших землях. Видите разницу? Мы хотим их оттуда прогнать и вернуться к себе домой, потому что мы сегодня в гостях, в чужом доме. Мы не хотим здесь жить, мы хотим жить там, у себя дома. А местные коллаборанты укрепляют власть российскую оккупационную у нас дома. Вот что они говорят. Вот какая разница между нами и именем. Вассаламу алейкум. Врахматуллахи. Ва баракатуху.